Оказалось, преступная троица четко распределила роли в своем незаконном бизнесе. Самый активный участник, он же организатор, приобретал через социальные сети большими партиями-прекурсоры. Я сбежал реагенты, готовил спайс сам. А где ты спайсы готовил? Спайсы готовил вон на одном балконе. Например, это не чай каркаде, как могло бы показаться сначала, а настоящий наркотик весом около 900 граммов. В общем, усилие бы этого молодого человека да в нужное русло. Парень педантично записывал все купленные и сделанные наркотические вещества в тетрадь. Юный натуралист даже вырастил куст конопли на своем балконе. Далее в игру вступала 22-летняя девушка задержанного. Я сожидствовала с парнем, который занимался с неделами. Роль была просто редко с ним ходить и иногда помогать ему с паковкой. Злоумышленник втянул в опасный бизнес не только свою девушку, но и брата, который работал в качестве наркокурьера и развозил отраву по Саратову и Энгельсу. Сейчас с собой есть наркотики? При этом злоумышленники в социальной сети описывали подробный маршрут и место, где сделали закладку. По данному факту возбуждено уголовное дело. По признаку состава предусмотрено в части 3 статьи 30, в части 1 статьи 28, прим. 1 УКФ, максимальное наказание, за которое предусмотрено действующим заказательством в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо лишением свободы пожизненно. Анатолий Чернов, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов. Анатолий Чернов, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.